так всем привет народ были в два у меня здесь пациент на ремонте на профилактике и у него сейчас такая тема я думаю что там не работает датчик ты тоже это датчик охлаждайки который стоит на тройнике такой синенький это частая проблема эти датчики на volkswagen постоянно они включат постоянно с ними какой-то геморрой из-за этого датчика машина может сама по себе газовать то есть можно думать на моно впрыск что моно впрыск не в порядке также из-за него может быть расход бензина повышенный и также из-за него может не показывать датчик температуры на щитке приборов так вот сейчас я буду его менять и заодно поменяю антифриз антифриз уже здесь у меня несколько лет залитый нужно его слить промыть систему и залить новый антифриз да вот он старичок гольфичок 91 года выпуска 1.8 моно впрыск а вот мой дедушка который ездит на гольфе старички какие у вас сейчас симптомы происходят газует и сбрасывает сам по себе большой расход бензина переливает из свечей только одна черная свечка еще какие симптомы есть датчик температуры но мало показывает малую температуру показывает хотя машина горячая и включается вентилятор должно 90 показывать а он показывает 40 60 50 50 ну давай поменяем какой ставил китайский ставил сейчас китайский стоит сначала работу хорошо когда китайский поставил как работал так и работает китайский да а до этого какой стоял еще фирменный родной много же меня постоянно проблема с этими датчиками долго они не работают да ну давай посмотрим вот датчик здесь стоит вот он ну датчик стоит здесь вот он на тройнике кстати этот тройник у меня металлический алюминиевый не пластиковый у меня есть видос на канале где я менял вот этот тройник на алюминиевый китайский алюминиевый тройник но он уже девять лет работы десятый год работы тройнику и хоть бы чё с ним его не повело он не потрескался не полопался как пластиковые тройники лопаются нормального стоит работает китайские и стоило недорого так ну а датчик вот он синий стоит у кого-то здесь стоит ближе к блоку у кого-то здесь стоит принципе разницы нет только не путайте провода проводка не путайте и все вот датчик взял вот такой вот эра итальянский вроде как вроде как качественный сейчас кому будет интересно вот так сделаем такая коробка синяя стоит он по моему 7 долларов да в отличие от китайского за два доллара заняться за доллар до китайский стоит а этот стоит 3000 тенге но на наш на наши если в доллар это 7 долларов стоит сейчас достанем его аккуратненько чтобы его не ронять не ударять потому что вот здесь у него вся беда и нас стоит вот сейчас посмотрим но давай лямбда зонт еще что датчик температуры двигателя и вот это провода новые с этого поставил до это десяточным 2110 от лады фишка и лямбда зонт тоже вся точный от лада джигуля здесь ламблям дозон стоит не фольксваген ажи были до красно работает жигулевские запчасти так вот вот такой вот красивенький синенький да он от китайского отличается и цветом самого пластика цвет синий насыщенный а китайские не такие бледные ну и и вот самой набивкой вот номерации тоже отличается от китайских то есть исполнение совершенно как бы другое но будем думать что это качественный датчик вот такие цифры кому будет интересно написаны так ребята вон антифриз я уже сливаю то есть скинул патрубок с помпой и нижний патрубок на радиатор оттуда я сливаю его сейчас я прежде чем поменять датчик я промою систему то есть сейчас снова накин патрубок залью воду погоняю на воде воду солью снова залью воду погоняю на воде воду солью раза три водой промою чтобы вся вот это вот шушара там вымылась из двигателя ну и остатки старого антифриза чтоб тоже вымылись и ну такого же ржавого цвета там антифриз вот и заменю датчик а после уже свежий антифриз налью кстати здесь заливать буду антифриз феликс российского производства нормально он ездит пару лет такой вот сейчас цвет антифриза песочек есть да вон он черненький но все-таки да это не концентрат антифриз не концентрат который знаете да концентрат разбавляется дистиллировкой и заливать двигатель вот тут лучше ездить чем вот такие готовые баклажки заливать сразу ну ладно то дорого стоит это дешевле стоит поэтому так и живем выбирает выбирает наш карман диктует условия наш карман грубо говоря сейчас накинул просто накинул шланг не его не натягивая хомут а так чисто символически накинул воду залил погонял слил мою систему после меняем датчик так ведро воды сейчас воду залью систему погоняю на водичке воду солью мотор запустили сейчас поработает пару минут да вот то что шланг на автомату сейчас не сидит вот так вот потихонечку скапывает водичка вместе уже перемешанная с антифризом обороты скинул двигатель да прогревочные обороты сработали сейчас мотор скинул обороты прогревочный режим прошел водичка капает уже перемешана с антифризом таким вот путем и промываю водяную рубашку вот водичка еще не успела до конца нагреться поэтому вот так я смело скидываю не боясь что обожгусь и снова накидываю шланг и снова воду заливаю и также загоняю несколько раз до того момента как пойдет чистая вода так ну вот третье ведро пролил уже вода идет практически чистая сейчас еще четвертое ведерочко есть будет кристально чистая ну пока там скапывают остатки последней воды все сейчас уже здесь можно скинуть этот датчик вот здесь вот такая вот такие усики их нажимаем и вот так легонечко скидываем фишечку вот он сам датчик как уже батюшка сказал китайский сейчас вот этот вот шплинт вытаскиваем с помощью отвертки раз легонечко все шплинт этот вытащил сюда на фонарь положим чтобы не потерять теперь сам датчик тут плюс написано тут минус написано плюс минус все дела на герметики еще подсажен был чтобы не текли колечки потому что тут колечки резиновые стоят и они делают со временем усадку кстати этот датчик называется оско китайская го китайского производства тоже номера какие-то на нем написано сейчас я сверю номера одинаковые они или нет с тем датчиком то что я купил от итальянской фирмы эра но я не знаю насколько это правда итальянский или нет но в общем модно италия на коробке там написано здесь надо аккуратненько сейчас все зачистить убрать грязь туда там пакса забить вовнутрь вычистим грязь чтобы посадочное место было чистое так все вот здесь вот посадочное место зачистил вот чтобы тут было седло чисто и вот тут вот можно кляп уже вытащить раз быстренько все там чистенько грязь не попала туда садим новый датчик надеваем уплотнительная новая колючка которая вместе с датчиком насаживаю ну и все устанавливаем просто туда его заталкиваем так опускаем вот смотрите вот здесь вот так вот шпенек есть на датчике это под фишку вот он пазик вот мама папа фишечка сидит вот таким образом это в том случае чтобы не переворачивать фишка что у вас провода не перегибались вот так и ставим в таком вот направлении чтобы фишку у вас тоже сидела ротика все вот так погрузили туда здесь сейчас ставим шплинт опять тот же самый как раз и все готово ну вот так вот зашплинтовали шплинтиком все теперь накинем фишку вот так раз чекс не надели и и все шланг накинул поставил хомут хомут здесь самозатяжной ну теперь можно залить вот такой вот g12 плюс антифриз если что напишите в комментариях как он работает принципе я лил феликсы в машины два года он работает вон два от конь чем сейчас я его заливаю заодно и проверим сколько зайдет антифриза такого цвета малиновый сейчас полный бачок расширительный наполню за виду мотор поработает погоняет антифриз на предмет того что где-то выдавить воздух воздушную пробку и потом еще раз долью по уровню потихонечку наполняется бачок я спускается